За один сеанс пациенту ставят от 1 до 25 иголок, каждая в биологически активную точку, которая отвечает за группу органов. Через иглоукалывание проходят практически все пациенты, которые сегодня реабилитируются в диагностическом центре Алтайского края. В зависимости от сопутствующего заболевания подбирается специальный рецепт, чтобы и на сопутствующие заболевания действовали, и в основном заболевание, к которому он пришел в данный момент. Три, четыре. Новое отделение реабилитации открылось в центре в апреле этого года. Здесь проходят лечения жителей края с нарушениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Барнаулиц Дмитрий Акатьев как раз один из них. Проблемы со спиной передались мужчине по наследству. Постоянная боль, слабость, онемение конечностей. Позади 10 дней лечения. ЛФК, иглоукалывание, физиотерапия, массаж, улучшения заметил сразу, говорит Дмитрий. Я уже по рекомендации преподавателя ЛФК выбрал упражнения, которые мне нравится делать. И сейчас практикую делать это дома, чтобы это как чистка зубов вошло в привычку. И вот утром встал, сделал ЛФК 20 минут и дальше уже идешь заниматься своими делами. С каждым пациентом составляет индивидуальный маршрут лечения в зависимости от того, с чем пришел человек. После травмы, операции. После проведенных оперативных лечений, эндопротезирования, при операции на позвоночнике, спустя 6-8 недель, мы можем начинать пациента реабилитировать. Если пациент сам к нам доходит, мы с этим пациентом можем работать дальше. Запорой на трости или на костылях, но сами. Важно, что реабилитация в новом отделении диагностического центра проводится бесплатно по полис ОМС. А получить направление пациент может в своей поликлинике. Ирина Корчагина, Егор Волков. День с толком.